Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня Мигель Гомес опубликовал следующее информационное сообщение. Представляю вам перевод на русский язык. Уважаемые партнеры, я думаю, вы уже знаете, насколько важен этот месяц для стабильности нашей компании. Перед нами стоят масштабные задачи, и мы целенаправленно работаем над ними. Я бы хотел объяснить некоторые моменты, которые, похоже, не все понимают. Объединить почти 20 компаний под одним руководством непросто, но если мы хотим запустить все, что планируем, интернет-магазин, карты, новые направления и бренды, монеты, обменник, биоразлагаемый пластик и многое другое, эту работу необходимо проделать. Концепция нашей компании сильно отличается от большинства других компаний, и многим даже трудно осознать, сколько времени требуется на все это. Восстанавливать потери всегда нелегко. На протяжении последних недель и месяцев мы наблюдали, как прекратили работу несколько проектов, построенных по схеме пирамиды. Но поскольку мы не пирамида, нам необходимы средства для запуска реальных бизнесов. Мы работаем над созданием долгосрочной компании, которая могла бы удовлетворить потребности каждого. Но это возможно сделать только с поддержкой всех партнеров. Создание очередной пирамиды ни к чему не приведет, поэтому нам нужно инвестировать в реальный бизнес. Люди часто спрашивают, почему все происходит так медленно? Есть много законов и регулирующих правил, которым мы вынуждены следовать. Наши ресурсы не безграничны, поэтому мы вынуждены тщательно продумывать, как и куда направлять финансовые ресурсы, чтобы это не повлияло на стабильность компании. Почему обменник до сих пор не запущен? Потому что обменник – это достаточно сложный механизм, который также должен подчиняться различным правилам. Для создания обменника мы наняли компанию, которая зарекомендовала себя как лучшая платформа 2018 года. Но ввиду того, что наша концепция уникальна, доработка обменника задержалась еще на три недели. Мы надеемся, что уже в ближайшие три дня некоторые функции обменника будут работать, а через две недели обменник будет полностью функционировать. Задержка произошла из-за длительной доработки контрактов юристами. Так что даже если бы мы хотели, мы ничего не могли ускорить. Люди часто высказывают мнение о чем-то, даже не осознавая, какую огромную работу нам приходится проводить. Планируете ли вы платить участникам бывший EagleBitrade? Мы уже много раз говорили, что данный проект запускается ради людей и для людей. Поэтому мы не собираемся никого оставлять за бортом. Поскольку мы не получили никаких денег от EagleBitrade, потребуется время. Но если планомерно двигаться к цели, все получится. Как говорит наш президент, все под власть на труду. Любые препятствия можно преодолеть, если приложить достаточно усилий. Я считаю, что мы уверенно идем к поставленной цели. Обеспечить людям экономическую безопасность, как инвесторам, бывшей EagleBitrade, так и новым партнерам. Что достигнуто на данный момент? На данный момент все ваши данные из разрозненных баз данных объединены в одну систему. Система все еще имеет недостатки, но мы уже близки к цели. Уже выпущены собственные карты под брендом ID. Мы создали ID Shopping, ID Sexy, ID Fitness, ID Beach. Изучили тысячи продуктов. Под брендом ID будет выпущено кофе и шампанское. Мы заключили партнерство с Алиэкспресс. Открыли офисы в Португалии, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро. Все это нужно интегрировать в наших бэк-офисах. Поэтому, когда в следующий раз вам захочется спросить, почему так медленно, рекомендую подумать еще раз. Мы пришли не из сетевого маркетинга, мы начали практически с нуля. Но у нас есть цели, есть желание двигаться и самое главное забота о людях. За последние 4 месяца мы были всего 4 дня со своей семьей. Находимся в постоянных разъездах, заключаем договора, развиваем отношения с новыми партнерами, при этом жертвуя временем, которое могли бы уделять собственным детям, жене или мужу. Когда я пишу данное сообщение, я лечу в Дубай, а потом лечу в Индию. День назад я был в Беларуси и до этого я снова был в Дубае. Спрашивается, зачем мне всем этим заниматься, если бы я не верил в компанию? Ради чего мастера проделывают путь в 4000 километров, приезжают из Северной или Южной Америки или с Севера Европы. Все это ради вас, дорогие партнеры. А теперь я перечислю, что на всех ожидает. Telpop. Мы уже завершаем интеграцию платформы. Старый логотип будет заменен новым. На предстоящей неделе открывается продажа новых сим-карт среди всех партнеров. Таким образом, Telpop становится международным оператором. Почему Telpop так важен? Во-первых, он позволяет общаться по более доступным ценам. А во-вторых, он позволяет переводить средства с одной сим-карты на другую сим-карту, независимо от того, где находится владелец карты. Люди могут пересылать деньги друг другу, независимо от банков. Ну а в-третьих, прибыль от данной связи будет делиться между всеми партнерами и способствовать развитию компании. Umbrella. Мы заканчиваем интеграцию всех функций. Надеюсь, больше никаких задержек не будет. Мы начали переговоры о регулировании обменника в Абу-Даби Global Market, сокращенно ADGM. А также были успешные переговоры в Беларуси, чтобы открыть там филиал, из которого будет координироваться работа в Центральной Европе. Это начнется как SWAP, не очень понятно, что это обозначает, и будет переводиться на FIAT. Когда с Абу-Даби Global Market процесс закончится, поскольку обмен FIAT происходит под контролем центральных банков и под надзором соответствующих органов. Монеты. Как многие заметили, монеты уже запущены на блокчейне эфириума ERC20. Мы пересматриваем все white papers и планируем запустить монеты 15 июля на CoinMarketCap. Все это нам нужно для работы обменника. Кроме этого, мы выводим на ICO еще три монеты по цене 55 центов, и уже заключены контракты. Мы наняли дополнительных сотрудников, чтобы расширить систему и добавить в нее дополнительные функции. Также в течение июля планируем подключить карты, чтобы вывод средств происходил проще. Карты. Мы уже начали выдавать карты. Пока в наличии только MasterCard. Работа с Visa требует больше времени, ввиду огромного спроса. Распределение карт будет происходить через мастеров на следующей неделе после 9 июля. В этом месяце будет подключен MasterCard API. Благодаря этому транзакции будут происходить быстрее. Позднее мы вышли в инструкции о том, как использовать данные карты, а также информацию по времени использования. Данные карты не привязаны к Umbrella, но на Umbrella их также можно будет использовать. Физические продукты. Мы подписали соглашение и планируем выпустить шоколадные продукты и кофе. Они будут выпущены под брендом ID и уже в следующем месяце будут доступны в интернет-магазине. В августе наш кофе будет продаваться двумя способами. Через MLM-сеть и в розницу. С некоторыми клиентами мы уже подписали соглашение, согласно которым они будут продвигать продукты через свою команду. Все это делается с одной целью. Обеспечить прибыль для нашей компании и для всех партнеров. Создать стабильный бизнес. Так что я призываю вас проявить терпение. Чтобы менять жизнь к лучшему, нужно действовать. Пусть прошлое останется в прошлом. Его никто не может изменить. А вот будущее полностью в наших руках. Давайте сосредоточимся на будущем и сделаем нечто грандиозное. Как для участников бывшего Eagle Beat Trade, так и для новых партнеров. Мигель Гомес, COO, что переводится как главный операционный директор. Таковы новости на сегодняшний день. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.